Приветик, мои дорогие! Мы находимся сейчас с вами в Краснодаре. Точнее, нахожусь я, а вы находитесь со мной. У нас прошел дождь. Небольшой, но приятный. Температура упала, поэтому я могу сегодня прогуляться. Так. Не судите строго, я пытаюсь камеру стабилизировать. Но забыла, давно не снимала, забыла полностью, как пользоваться стабилизатором. Поэтому буду делать, как могу. Надеюсь, что не будет сильно скакать камера. Значит, по поводу прилета моего. Я вернулась из США после того, как там пробыла 3 месяца. Когда я улетала у дочки на свадьбу. Был конец апреля. Я рассчитывала, что я через пару недель вернусь. Но дела задержали по разным причинам. Куча разных дел оказалась. Первое, это нужно было продать дачу. Я занималась этим. Вы видели, наверное, мое видео. Если не видели, посмотрите на каналы дачи Аблоклахоны. И второе, это нужно было мне найти новую работу, которую я таки нашла. Даже две нашла новых работы. И это будет отдельное видео по поводу работ. Вот. Очень неплохие работы. Одно из которых можно делать дистанционно. Второе, как бы, под вопросом. Но очень высокоплачиваемо. Так. Значит, в этом видео, что я хочу рассказать. По поводу покупки билетов. Значит, я думала, что уже это все было освещено. Я рассказывала про это в первую поездку. Я рассказывала про покупку билетов из США в Россию во вторую поездку. Но каким-то путем, видимо, много видео у меня на канале. Народу или лень смотреть, искать. Либо думают, что какие-то изменения произошли. Поэтому, значит, смотрите, я получила имейл от Ины. Ина, если ты смотришь, привет, дорогая. Ина ждала визу. То есть я так поняла, что гражданства России у нее уже нет. Она из США. Но потом она пишет мне, что визу уже получила. Юля, я просила тебе рассказать, как билеты брать до Москвы. После этого я получила сообщение от пары моих форумчанок. Не забудьте, что я также владелица форума русских жен и невест. Или, говорится, женский форум в США. Тут, не там. Точка ком. Из России можно попасть на форум только через VPN. По-другому он не откроется. И там у нас сообщество огромное. Женщин, которые живут в США уже 20 и более лет. У них у всех гражданство либо грин карта в США. И многие хотят вернуться либо на помежи, либо хотят купить квартиру, либо хотят просто приехать в гости. И они давно не ездили, соответственно. Они знают, как приобрести билеты. И для тех, кому лень у меня на ютубе искать это видео, я рассказываю. Значит, смотрите. Если вы не были в России давно, и у вас нет сейчас никакого расчетного счета в России, ни Сбербанка, ни Тинькова, ни там, допустим, Альфа-банка, ни какого-либо другого банка у вас нет, то билеты вы в Россию купить не сможете, потому что визу американскую сейчас банки российские не принимают. И оплатить за билеты из Турции в Россию можно только рублями. Соответственно, вам нужно иметь рублевую карту. Если рублевой карты у вас нет, вы сами билеты эти не купите. Я говорила в прошлых роликах вам про это. Народ, видимо, не понял, либо забыл. Повторяю. Билеты купить из США в Россию сами вы не сможете. Вы можете купить билеты только до Турции, до Стамбула. Из Стамбула вам нужно купить билеты в зависимости, куда вы летите. Либо в Москву, либо в Сочи. Если вы летите в Сочи, я лично летела двумя компаниями. Один раз я летела Азимутом. Второй раз я летела Аэрофлотом. Точнее, дочка Аэрофлота. Компания называется Россия. Это самые удобные для меня стыковочные рейсы из Далласа. Если вы летите из Нью-Йорка или из Майами, у вас другие стыковочные рейсы. У вас там турки есть. Турецкие авиалинии, которые летают в Москву. То есть, опять-таки, дайте, я как бы шаг назад сделала. Скажем так, если вы летите в Москву, то турецкие авиалинии летают в Москву. Тогда, скорее всего, что вы сможете купить свою американская карточка полностью всю дорогу. И вы будете считаться транзитным пассажиром. То есть, вы покупаете на сайте турецких авиалиний прямой рейс. Допустим, Нью-Йорк, Москва, Даллас, Москва. И у вас будет два билета, соответственно, с пересадкой в Стамбуле. Но вы будете лететь турецкими авиалиниями. И купить вы сможете всю поездку на визу американскую. То есть, идете turkish airlines.com, выбираете город, откуда. Допустим, если бы я летела в Москву, я бы поставила Даллас. Куда? Москва. Ну, там выбираете в один конец или в два конца. В зависимости, если вы знаете точно срок вашего перелета. Хочу сообщить, что сейчас летом билеты практически в три раза дороже, чем то, что было в апреле и в марте. И то, что будет в конце августа. То есть, смотрите. Вот, допустим, я смотрю на один конец. В августе билеты будут в конце августа. 620-650 долларов в один конец. Сейчас, в июле, в один конец, 1450-1560 на простой рейс. Ну, это в зависимости, какие места вы выберете, да. Ну, в общем, грубо говоря, наверное, где-то в итоге с выбором сидений, добавка багажа еще одного, если вам надо, туда-сюда. Ну, базовая, ну, грубо, 1500-1600, базовая. В один конец. Если будете в два конца брать, там, допустим, будет 3200, 200 долларов вам сбросят за два, допустим, раунд-трип, и будет у вас, допустим, 3000. Поэтому сейчас, в июле, до середины августа, когда в школы начнутся в США, вообще не летайте и не морочьте голову, да, то есть дети середины августа либо конец августа, билеты падают драматически, да, то есть почти в три раза цена будет падать с 1600-1500, да, 600, ну, два-два с половиной раза будет цена падать, 600 долларов, 620 в один конец. И дальше, да, уже Тенсгивена и до Рождества цена будет ниже. Вот поэтому вам надо купить билеты во время вот этого окошка. Потом цены снова повысятся уже на новогодние праздники. Так, значит, дальше. Если я лечу Даллас-Москва, то я считаюсь транзитным пассажиром. Мне выходить в Турцию в аэропорту не нужно. И вы можете на свою визу, американскую карту, либо MasterCard, whatever, вы можете купить спокойно билет прямо конкретно, допустим, Даллас-Москва, либо там Нью-Йорк, Москва, то есть вы летите через Стамбул, в Стамбуле вы сумки свои, чемоданы не забираете, вы остаетесь в транзитной зоне. Ваша поездка, я вас поздравляю, очень легкая и простая. Если вы летите в любой другой регион, что вам нужно лететь, допустим, через Сочи, по-моему, там есть еще через Минводы, люди летают там уральскими объявлениями, какими-то другими объявлениями, я лечу через Сочи, потому что Сочи мне ближе всего на электричке ехать в Краснодар, почему мы не летаем в Краснодар, потому что в Краснодаре закрытый аэропорт из-за военных действий, соответственно. Поэтому в Краснодар мы лететь не можем, мы летим в Сочи, то есть мы и Южане летим в Сочи. Если вы летите в Сочи, то турки в Сочи не летают, то есть турецкие объявления в Сочи не летают. Соответственно, из Сочи, точнее, из Стамбула в Сочи, вам придется лететь в российской авиалинии. Либо это будет Аэрофлот, либо это будет авиалиния Россия, это дочка Аэрофлота, либо компания Азимут. Но это вот, может быть, какие-то есть другие, но рейсы, которые мне удобно состыковать с моим далласовским рейсом, удобнее всего мне летать обычно либо вот этой Россией, либо Азимутом. Вот тогда вы не считаете с транзитным пассажиром, потому что турецкие авиалинии не летят туда, то есть вы пересаживаетесь на российские самолеты, которые под санкциями. Билеты на эти российские самолеты вы уже на американскую кредитную карточку купить не можете, и оплатить не можете. Мама Аэрофлот скажет, введите карточку МИР, либо там Тинькофф, Сбербанк и так далее, то есть любую карточку российской системы МИР. Если у вас этой карточки нет, вы давно не летали в Россию, вы не открыли никакой счет ни в Сбербанке, ни в любом другом банке, значит, ваше следующее действие. Вы звоните маме, папе, дедушке, бабушке, сестре, куме, подруге, кому угодно, просите их дать вам номер кредитной карточки их, и они должны быть на телефоне с вами, когда вы покупаете этот билет на Аэрофлот, допустим. Потому что вам придет подтверждение, точнее, не вам, а им на их телефон российский, придет смс с подтверждением, и вам нужно будет этот код ввести на сайт Аэрофлота, когда вы покупаете билет. То есть надо, чтобы этот человек, сколько там времени у них будет, договаривайтесь по временем, чтобы примерно было удобно им, и удобно вам, чтобы вам не пришлось будить их среди ночи. У меня такой был случай, что появился билет на ласточку среди ночи, и мне пришлось звонить сестре, будить ее в 3 часа ночи, потому что появился билет. О чем я говорю про ласточку? Потому что вам нужно еще и в Сочи добраться, куда вы там едете. Допустим, мне нужно было в Краснодар добраться. Обычно ездит туда самая удобная электричка, называется ласточка, и на нее билетов нет от слова совсем. Поэтому билеты вам нужно либо физически вставать ночью и их ловить, либо там есть опция поймать билет, 99 рублей стоит, ну, это доллар с копейками, и вам будет компания сама ловить этот билет, и когда он найдется, компания вам его купит, этот билет. Дальше. Если... Еще есть понятие такое уведомление, то есть вы можете написать уведомление, мне оставьте свой мейл, телефон, и если появится билет, среди ночи, среди дня, когда угодно, вам придет уведомление, что появился на этот рейс билет. Вы его можете купить. Но это уже точно так же вам нужно будет карточку сестры, кумы, подруги, кого угодно, чтобы этот билет купить. То есть на вашу американскую карточку вы тоже не сможете купить билет на электричку. К чему я это говорю? К тому, что прилет в Сочи, это еще не конец вашей поездки, соответственно, вам нужно еще купить билеты на поезд, допустим, Краснодара, либо до Старополя, либо до Ростова и так далее. Билетов нет. Если сейчас мы летели с семьей, я заказывала такси, такси, доставка такси, но народ, он говорит, ой, ты хвастаешься ценами и так далее. Я просто хочу сказать для США, что это недорого. Я заказала, да, бизнес-класса Mercedes, и нас привезли из Сочи, в Краснодар, это семь часов езды за 230 долларов. То есть, для мерок США это очень дешево. Россияне мне начали писать уже в комментариях, о, она хвастается, что она там какой-то там такси заказала. Но это не те цены, ребята, чтобы переживать. То есть, для россиян это очень, это достаточно дешево. Так, а я нахожу еще. Куда я попала? Мне надо дойти в одно место, а я неуверена, если я не прошла это место. Надеюсь, что я не прошла. Или я прошла. Что я могла проскочить, будет очень неприятно, если я проскочу. Надеюсь, что я не проскочу. Потому что я иду по делам. Куда идем? Испитачком большой-большой секрет. Дела секретные, поэтому рассказать я не могу. Так, и значит, еще раз возвращаемся к самолету. Значит, если вы, вот я лечу, допустим, в Краснодар. Я покупаю виза американская, билет в Даллас, в Стамбул. А из Стамбула, в Сочи, турецкие авиалинии не летают. Значит, мне нужно брать российские авиалинии, российские авиалинии не принимают американские кредитные карточки, поэтому вам нужен кто-то, у кого есть эта кредитная карточка, и который сможет купить вам этот билет. Других вариантов, пока вы сами не прилетите, не откройте себе счет, не туда насыпите какое-то количество рублей на этот счет, чтобы потом в дальнейшем пользоваться, вы не сможете никак. Вот. И вы не будете считаться транзитным пассажиром. То есть, когда вы прилетите в Турцию, вас вышвырнут из аэропорта, скажем так. Вам придется выйти из аэропорта и забрать ваш багаж. То есть багаж выставляют те товарищи, девушки, дамы, леди, которые летали в Москву и начинают невозмущенно писать, что это неправда, забирать чемоданы не надо. Мы спокойно летали, мы были транзитные пассажиры, и все было так легко и просто. Не путайте, вы летели турками в оба конца. То есть, турками вы летели, допустим, Даллас-Стамбул и Стамбул-Москва. Турки туда летают. В Краснодар, то есть, точнее, в Сочи, они не летают. Мы пересаживаемся на российские авиалинии. Соответственно, вы не являетесь транзитным пассажиром. Соответственно, вы должны выйти через аэропорт. Положительная новость состоит в том, посмотрите мои видео на канале, что американским гражданам турки отменили визу 35 долларов, которую нужно было покупать в аэропорту. Не та виза, которую вы в посольстве покупаете, а эта виза или, скажем так, сбор, условный сбор в аэропорту, который нужно было раньше платить. Он находился в отделении визы прямо рядом с таможней. Вот когда проходите таможню уже, чтобы пройти сумки получить. А вы не можете пройти, вам надо сумки забрать. Вам надо пройти через эту таможню и показать паспорт свой. И когда я в прошлый раз летела, отстояла в очередь, мне сказали, что где ваша виза. Я говорю, я американский гражданин, вот паспорт. Американцам нужно визу, идите покупайте. Киоск находился рядом, 35 долларов выплатила, вам давали какой-то штампик, вы идете, спокойно выходите якобы из аэропорта или там из зоны Турции в Турцию. А на самом деле вы просто идете в багаж, в секцию багажа, выдача багажа, багаж-клейм, берете свои чемоданы, разворачиваетесь, возвращаетесь обратно. Сейчас, когда мы подходили с семьей к этому пункту таможенному, я увидела, что подошла сразу к этой визе, уже два раза летала, два раза нужна была виза ей. А в этот раз они сказали, что подхожу к этой визе, там большая формат бумажка, бумажка А4 формат, распечатанная, и на ней написано крупно гражданам США, Великобритании, еще там 3 или 4 странам больше виза не нужна. Это прям распечатанный листочек, который ставлен в окошко. То есть те, которые сейчас скажут визу не надо, ее и не надо было, это неправда, она была раньше нужна. И поэтому там висит этот распечатанный листочек, что сейчас больше визы не нужна, идите напрямую на таможню. Вот. Поэтому я уже почти пришла к своему месту назначения, буду тут закругляться. Поэтому вы на данный момент, когда прилетаете в Турцию, вы прямиком идете на вот эту таможню, вам уже визу эту брать за 35 долларов, не надо. Проходите таможню, показываете свой американский паспорт, и опять-таки летаем с двумя паспортами в этом случае. То есть вылетите на американском паспорте, выходите, берете свои чемоданы, заходите обратно, и уже идете на стойку аэрофлота, сдаете свой чемодан, и проходите регистрацию уже с паспортом России. У меня обычно оба раза запрашивают второй паспорт, потому что у них в системе получается, что я зарегистрирована, один рейс я прилетела с американским паспортом, а другой рейс я вылетаю с российским. Те, которые мне говорят, зачем ты американский паспорт, ты можешь потом с российским, также с американским лететь дальше в Россию, ребята, это не что за ерунда, и вылетать, вы как будете по российскому паспорту вылетать, а как будете залетать. То есть, моя схема такая, вылетаем из США по американскому паспорту, покупаете билет на американскую визу, прилетаете в Турцию, заходите по американскому паспорту, Потом, когда вы забрали багаж, возвращаетесь обратно в аэропорт, вы уже показываете российский паспорт и сдаете багаж на российском паспорте. Проходите таможню, показываете российский паспорт. Каждый раз на турецкой таможне, на российской, меня еще раз просят американский паспорт. Я показываю оба паспорта. Когда я уже влетаю назад в США, из Турции, паспорт российский не просят, потому что ты вылетал по американскому паспорту в Турцию. и для них ты залетел из турции в сша отметка российское посещение россии у вас нет когда спрашивают где вы были вы говорите я была в турции проход таможне занимает две секунды проходил мой сын таможню значит я вам расскажу как у меня есть там короткий шорт американским паспортом первый раз заняло 10 минут поэтому если у вас потеряно российское гражданство вас его нет либо уже не стала либо вылетите опять-таки с мужем либо с детьми которые не имеют российского гражданства не пугайтесь никаких проблем никаких задержек показываете свою визу паспорт с визой я шла с сыном потому что я разговаривала на русском языке переводила заняло 10 минут поставили штампик паспорт у нас была виза гостевая на 6 месяцев виза мультивиза на три года с момента перехода границы 6 месяцев он может оставаться потом нужно выехать ну например ту же турцию на один день либо белоруссию либо в грузию куда-нибудь на один день и все вы можете дальше соответственно вернуться снова страну еще остаться на 6 месяцев если я не ответила не на все вопросы туда дайте мне знать следующее мне будет видео я отвечаю на вопрос по поводу нахождения работы вот этого медицинского переводчика любой дистанционных работ мне прислали письмо мои подписчики из далласа как найти работу какие тесты нужно английского проходить и так далее я расскажу в другом видео поэтому подписывайтесь на канал и ждите оповещения я вот сейчас делаю все что мне надо будет будете обратно запишу видео по поводу работы переводчика дистанционная работа как я найти сколько платят и какие экзамены нужно сдавать всем до встречи до связи а пока пока